Привет, дорогой мой друг, с вами Вайс Сатаров и моя рубрика Тарантино. Сегодня у нас 4 февраля на дворе, кстати, очень теплая погода. Напоминаю, что мы сменили формат этой рубрики, теперь мы говорим вам разные фильмы на определенную тему. Сегодня это тема исцеления. Я собрал вам подборку фильмов, где люди прекрасным образом лечились от самых страшных болезней. Присаживайся поудобнее, будет очень интересно. Первый фильм, который меня сильно впечатлил в далеком 2011 году, это мелодрама-комедия, легкий фильм под названием «Жизнь прекрасна». В ролях Джозер Гордон Левитт и Сет Рога. Молодой журналист Адам имеет все для жизни, все для счастья. Прекрасный дом, девушку интересную работу. Он войдет в здоровый образ жизни, не курит, не пьет и даже не водит автомобиль, чтобы не подвергать себя опасной ситуации. Но в его насыщенную интересную жизнь неожиданно перечеркивает диагноз, который ему подставили. У журналиста находят неподдающий лечение рак спинного мозга. Телки будут западать на меня, потому что у меня рак? За три раза повторяю. Да! Клевая песня. Ага. У меня рак. Осяк вышел, признаю. Да. Второй фильм, друзья, у нас французский. Это полноценная мелодрама 2018 года. Называется «Гитара». Молодой и успешной девушке по имени Мелоди ставят смертельный диагноз – рак горла. На беда не приходит одна. В этот же день ее увольняют с работы. Попытавшись призывать на помощь своего молодого человека, она узнает, что он ее бросил. Прогноз врачей таков. Девушке остается жить два месяца. Тогда она решает провести эти месяцы так, как хотела всю жизнь, без каких-либо ограничений. Она снимает элитную квартиру, покупает дорогую мебель, одежду. Но самое главное – она осуществила свою детскую мечту и покупает дорогую красную гитару. Все эти два месяца она живет полной жизнью, хотя они выходят из квартиры. Влюбляется, ест вкусную еду, пьет вино, пьет пиво, учится играть на гитаре. И когда узнает, что сегодня день, когда нужно ей уйти с этого мира, она понимает, что день смерти прошел. Прошел мимо нее. Фильм о том, что в любых сложных ситуациях нужно выбирать себя, себя настоящего, свою жизнь. Так, как ты хочешь прожить ее на самом-то деле. Итак, третий фильм называется «В метре друг от друга». Это мелодрама-драма от американских режиссеров в главной роли Коу Спраус и Келли Лу Ричардсон. Итак, о чем же данный фильм? Наши главные герои, которые познакомились в больнице, поначалу обвиняют только одно – болезнь. Муковисцидоз. Учитывая, что организмы не способны самостоятельно выводить накопившуюся внутри слизь, а также противостоять бактериям, врачи запрещают им находиться ближе, чем полтора метра друг от друга. Но что им делать, когда они полюбили друг друга? И как теперь жить? Узнаете в кино. Ребята, обязательно к просмотру вы найдете фильма «8 из 10» и «Вон свеженький» буквально 19-го года. Все это время я жила, чтобы лечиться, а не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. И последний фильм этой подборки называется «Последний отпуск». Мелодрама-драма. Наверное, каждый человек скрывает в себе необыкновенные таланты. Просто зачастую жизнь не дает их проявить. Но, как говорится, не было бы счастья, да и счастье помогло. Эта пословица очень подходит к фильму «Последний отпуск», в которой героиня проявляет свои таланты перед лицом смерти. Теперь о фильме. Главная героиня прогрессится о кухонной утвари. Джорджи, узнав о смертельной болезни, решил отправиться на курорт, чтобы провести остаток своей жизни именно там. По ошибке на курорте ее путают с богатой дамой. И как бы ей терять нечего, она принимает вызов и начинает играть предложенную ей роль. Слоган фильма она всегда знала, что именно она особенная. И не ошибалась. И это действительно возможно сказать о главной героине, которая раскрыла свой актерский талант в этом фильме, притворив свою мечту и в жизни исстелилась от смертельного недуга. Ребят, вот такая получилась у нас рубрика. Какой посыл главный? Ребятки, не болейте, это самое главное. Следим за своим здоровьем. И просто будьте счастливы, живите в кайф. Увидимся на следующей неделе. С вами Вайс Татаров и рубрика Татарантино. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok